Коллеги, пару слов по поводу предстоящего пикетирования. Мы должны понимать суть вопроса, и она сводится к отношению правительства к бездомным животным. К животным вообще, и к бездомным животным, компаньонам в частности. Милиция не отлавливает тех, кто травит животных, тех, кто их подбрасывает, ровно потому, что отношение к животным как к мусору. Если бы, допустим, я приведу пример. По закону человек, нашедший какую-то вещь, не может ее присвоить, но должен ее отдать администрации. И, допустим, если в магазине нашел кошелек на полу, должен отдать его продавцу или к администрации. Если он присвоит себе этот кошелек незаметно, это будет считаться воровством. Вот представьте себе ситуацию. У меня где-то в переулке на обочине лежат драные гнилые сапоги, фактически мусор. И вот через какое-то время я заметил, что кто-то эти сапоги поднял и унес. И я заявляю в милицию, что вот кто-то нарушил закон. Вместо того, чтобы, найдя эти гнилые драные сапоги, обратиться в милицию и сдать эту вещь, не знаю, в камеру находок, он просто эту вещь взял и унес. Ну, абсурд. Министра должна отреагировать, поскольку это действие действительно незаконное. И типа должна его найти, разумеется, она искать его не будет. Так вот, точно такое же отношение милиции к животным. Когда мы заявляем о том, что отравили бездомную собаку, милиция прекрасно понимает, что это на самом деле мусор, который должны были утилизировать, то есть отравить и утилизировать. Но кто-то утилизировал его самостоятельно, и поэтому кто-то возмущается. По идее, они должны реагировать. Ну, естественно, что реагировать они будут таким же образом, как и на гнилые сапоги. И вот курить проблемы ровно в этом. У нас есть гражданский кодекс, у нас есть уголовный кодекс, у нас есть порядок сокращения численности бездомных животных. Все это не работает, нигде не работает. Именно потому, что отношения... Да, эти законы были скопированы у развитых стран, во-первых. Во-вторых, они подразумевают какую-то ценность. Ценность животного именно как ресурса. Ну, к примеру, найденное бездомное животное предполагается, например, корова. Корова или свинья. Если вот вы нашли, какая-то свинья где-то послась и заблудилась, то вот по ее поводу нужно опровещать власти, чтобы нашли владельца, и нужно содержать 6 месяцев и прочее. Если же животное не является ресурсом, если это собака или кошка, бездомные никому не нужны, то сама жизнь не ценится. Ценится только мех, мясо, молоко. И вот именно в этом корень проблемы, по крайней мере, отношения к животным-компаньонам, которые в качестве компаньонов на момент своей бездомности ценности не представляют. Нам необходимо добиться изменения отношения к животным в принципе. Адопция переводится с английского как усыновление. В западных странах, когда речь идет о присвоении животного, ну, к примеру, из приюта, используется слово адопция. Сейчас в Молдове подан регламент, который составили зонозащитники, и там понятие есть адопция, усыновление. Нам же указывают, когда мы говорим о том, что собаку убили, или что прочее нам говорят ничего подобного. Так говорят только о людях. Вы говорите о животных некорректно. То есть мы отстаем в решении проблемы бездомности животных от развитых стран именно потому, что у нас иное отношение к животным. По тому отношению, которое сейчас превалирует в правительстве, и, соответственно, как правительство подает пример, а депутаты это лидеры, такое же отношение у населения, нет никакого смысла тратить ресурсы на регистрацию животных и на контроль за тем, кто занимается разведенчеством, кто убил веблот и прочее. А какой смысл, если речь идет о вещи? Представьте себе, мы будем регистрировать мебель. Кто какую мебель купил и как он с ней обошелся. Выбросил он ее, утилизировал, поцарапал ей. То есть мы сделаем мебель субъектом этики. Во что это превратится? Это абсурд. Так вот, точно так же абсурдно правительство смотрит на отношение к животным как к субъектам морали, как к чувствующим существам, которых нужно защищать. Хотя эта защита прописана в наших законах. В тех же временных ветеринарно-санитарных правилах, которые у нас действуют с 2014 года. Поэтому, когда мы встречаемся с депутатами или с представителями власти по поводу бездомных животных, и нас спрашивают, а что вы конкретно предлагаете, что можно предпринять в данных условиях, экономических возможностях, мы должны четко отслеживать главную идею. Должно быть изменено отношение. Пока отношение не изменено, никакие депутаты, никакие советы не примут решение тратить деньги на возню с тем, что они называют мусором. Это понятно. То есть нам в лицо они это не говорят, но между собой, когда голосуют, они видят проблему именно так. Возможно, во время пикетирования к нам выйдут представители правительства, возможно, они предложат нам остановить акцию, пройти, побеседовать, или предложат нам написать отдельное письмо или проект, вместо того, чтобы митинговать. Но всё это будет просто попыткой слить протест, а протест направлен именно на изменение отношений. Если мы напишем письмо, пожалуйста, измените своё отношение к животным, пожалуйста, пропагандируйте отношение к животным, как к живым существам, жизнь которых достойна уважения, это письмо будет совершенно бессильно. Дело в том, что у каждой акции, у каждого действия разная энергетическая составляющая. Когда мы пишем письмо, это гораздо более энергоёмко, чем когда мы в чате, в интернете просто стучим по клавишам, выражая какие-то свои эмоции, потому что письмо нужно составить разумно, за него мы несем ответственность. Но гораздо более энергетически ёмко выйти физически на улицу, то есть засвидетельствовать. Если письмо может быть... Ну, к примеру, я могу за кого-то составить письмо, ему нужно только подписать или отослать, это понятно. То есть энергетическое письмо может быть почти фальсификацией. Но если человек сам вышел на улицу, если он нашёл время, если он нашёл силы выйти и заявить о своём мнении физически, это энергоёмко. И чем больше людей это сделает, тем больше влияние это окажет. А наши требования, главное, у нас, как у людей прогрессивных с точки зрения этики, цивилизованное отношение к жизни животных. И мы требуем, чтобы наше правительство не отставало от нас, чтобы наши лидеры не отставали от зоозащитников в этике, но, по крайней мере, находились с нами вровень, чтобы они так же, как и мы, воспитывали население собственным примером, изменив своё отношение к животным. Если говорить о каких-то конкретных действиях, то подконтрольные власти, средства массовой информации, должны интенсивно пропагандировать отношение к природе, экологическое, к животным этическое. Этого сейчас мало, почти нет. Во всех фильмах, которые показываются, во всех шоу, в каких бы то ни было передачах, эта тема должна освещаться всегда правильно, то есть этично. отношение к животным должно быть близко, очень близко, как и отношение к людям. Фактически животное имеет статус недееспособного человека. Я вам больше скажу. Это уже, может быть, дискуссионная тема, но, тем не менее, я попытаюсь её прямо здесь поднять. Дело в том, что разница между видами не такая большая и не такая принципиальная, как многие считают. К примеру, есть люди, уровень развития которых и ценность, извините за утилитаризм, ценность которых на самом деле ниже, чем уровень развития и ценность некоторых животных. К примеру, человек, спившийся, недоразвитый, ну, рождённый, скажем так, малоразвитым, в итоге потом спившийся и занимающийся бродяжничеством, зачастую несёт один вред. А слон, который рисует картины, который настолько развит, что взаимодействует со своим, не назову дрессировщиком, да, назову учителем, он стоит на уровне, ну, примерно, если как среди людей брать, то на уровне академиков, на уровне профессоров. Так вот этот слон и ценнее, и по уровню развития, и по пользе гораздо выше, чем бродяга-алкоголик. И мы должны понимать, что видовая разница не должна быть решающей, когда формируется отношение к тому или иному животному или человеку. Владельцы собак и кинологи прекрасно знают, что есть особи, независимо от породы, собак, которые никогда не обидят ребёнка человеческого. И мы все прекрасно знаем, что есть люди, которые могут избивать детей, насиловать и садистским образом мучить их. Поэтому превосходство человека, как вида, не является абсолютным. Таким образом, справедливость требует, чтобы к животным люди относились как к индивидуальностям. И если нужно вынести какое-то решение по отношению к животному, чтобы всё-таки учитывали индивидуальность этого животного, а не только его вид, это во-первых. Во-вторых, в принципе, чтобы к виду живых существ, нечеловеческому виду, относились в соответствии с уровнем развития этого вида. Млекопитающее, имеющее глаза, эмоции. Смотрите, сколько мемов кошек и собак, которые выражают человеческие эмоции. Нам смешно, когда мы видим мордочку собаки или кошки, которые точно выражают определённую человеческую эмоцию. И этих мемов очень много, но почему-то мы не переходим в удивление. А как же мы относимся к ним, как к вещам? Смотрите, у них эмоции очень подобные. Настолько богаты и настолько иногда точно передают наши эмоции при тех же жизненных ситуациях, что в пору поднимать вопрос о недопустимости отношения к животным, как к вещам, как к имуществу, поскольку это фактически делает их рабами. Я сейчас не хочу поднимать тему полного освобождения животным, это преждевременно. Но относительно отношения к бездомным животным нашего правительства я ставлю вопрос категорически. Я понимаю, что для человека трудно изменить своё отношение к чему бы то ни было. Для этого нужно духовно созреть. Но либо люди, которые сейчас занимают посты глав администрации, чиновников, министров и президента, изменят своё отношение к животным и поднимутся таки на цивилизованный уровень, либо мы будем бороться за то, чтобы эти посты занимали другие люди, которые, по крайней мере, не отстают от нас, злозащитников, совсем обычных, простых людей, не всегда образованных, не всегда интеллектуально развитых, но всегда и непременно обладающих достаточной мерой эмпатии, которая свойствована только людям. Собственно, человек отличается от животного. Именно эмпатия. Если у человека нет эмпатии, его трудно называть в полном смысле человеком. И нельзя допустить, чтобы люди, не обладающие какой-то минимальной мерой эмпатии, достаточной для уважительного отношения к животным и всему живому, управляли делами нашей республики. Продолжение следует...